Мажор убийцы поздравляет с Новым годом. В Одессе появились десятки рекламных счетов с Феликсом Петросяном, известным по резонансному ДТП на Вильямса, в котором погиб 26-летний мужчина и разбилось 11 авто. Билборды вызвали шквал возмущения среди одесситов. Чем закончилось громкое дело 2008 года и почему Феликс Петросян не боится публичности, выясняла Юлия Федорова. Это Феликс Петросян. Когда произошло ДТП, ему было всего 19, сейчас 25. Сын покойного зампреда облсовета, ныне уже первый зампредседателя партии пенсионеров Украины, желает одесситам мира в новом году. Эти билборды за одну неделю всколыхнули всю Одессу. Их заклеивают листовками, перечеркивают фотографию Петросяна краской и активно обсуждают в соцсетях. А вы помните, как в 2008 году этот персонаж в состоянии наркотической обдолботости сбил насмерть человека, покорежив еще штук 10 машин? А потом скрывался по больницам и притворялся невменяемым. Теперь он всех поздравляет. По-новому начал. Суд Линча. Я не вижу другого выхода. Не понимаю, на что рассчитывают эти люди? Что у всех такая короткая память? Кто может узнать, куда идти иллюстрировать и во сколько? Ей-богу, поучаствую. Я видел и отца, и мать, и жену с ребенком, погибшего по вине этого молодца. ДТП 2008 года одесситы помнят до сих пор. Посреди ночи пьяный студент Юрокадемии на огромной скорости протаранил 11 автомобилей. Водитель одной из машин, 26-летний Владимир Рожко, скончался на месте. Эта авария прогремела на всю Украину. Расследованием мажорного ДТП занимался журналист Александр Сибирцев. Он хорошо помнит все обстоятельства громкого дела. Он с огромной силой ударился и ударил этого парня. Этот парень отлетел. И после этого этот джип Прада юзом пошел и протаранил еще 11 машин. Смятый корпус машины Део Ланос, которую разнес Феликс Петросян, распиливали несколько часов. Столкновение было настолько мощным, что сотрудники МЧС не могли достать из автомобиля тело погибшего парня. Самая первая экспертиза показала, что в крови у Феликса Петросяна было достаточное количество алкоголя. Плюс там были отмечены следы наркотических средств. Александр Сибирцев вспоминает, что сразу после аварии мажор всячески сопротивлялся и угрожал сотрудникам милиции. Он кричал, мы сейчас все порешаем, матерился и так далее. То есть вел себя предельно неадекватно и по-хамски, несмотря на то, что его вина была полностью очевидна. Четыре года назад глава партии пенсионеров Украины и экс-зампредседателя Одесского облсовета Феликс Петросян умер от инсульта. Спустя год его сын без тени стеснения участвует в масштабных чемпионатах Украины по дрифту и лихо управляет дорогим спортивным авто. В следующей части город Одеса. Феликс Петросян. Автомобиль Ниссан Сильвия С-13. Теперь скандальный мажор решил напомнить о себе всей Одессе. Билборды с его новогодними поздравлениями на самых оживленных перекрестках. Только в центре города мы насчитали больше 20 рекламных счетов. Сегодня об этом говорят все. Майдан, война, все теряет смысл, когда видишь такое бездействие. Надпись словно кровью написана. Если такие имеют наглость вылезать, значит уверены в безнаказанности. Такой себе лозунг. Заткнитесь, потому что деньги решают все. Появление таких сетилайтов, по словам главы комитета избирателей Украины в Одесской области Анатолия Бойко, скорее всего связано с грядущими выборами в местные советы. Феликс Петросян фигурирует как первый зампредседателя партии пенсионеров Украины. Но о деятельности такой политической силы за последние годы никто не слышал. Скорее всего эта партия является фикцией. Ни адреса, ни телефона, ни программы, ни какой-либо информации о ней мы не нашли. Я не слышал о том, чтобы партия пенсионеров реализовывала какие-нибудь масштабные национальные кампании по лоббированию интересов пенсионеров и так далее. То, что 25-летний Феликс Петросян стал у руля партии пенсионеров, с одной стороны нонсенс, с другой это решение исключительно членов самой партии. Моральные аспекты лежат целиком и полностью на совести тех людей, которые голосовали за принятие в партию, за назначение на ту или иную руководящую должность. По явлением фотографий мажора на каждом углу Одессы возмущенный главный редактор всеукраинской правовой газеты Алексея Булгару. Он хорошо помнит резонансное ДТП и неоднократно изучал дело. Даже по прошествии шести лет он не испугался пойти даже в свою же отца партию и в принципе светиться сейчас на всех бигбордах всего города. Я так понимаю, судя по его бигбордам и информации, он идет во власть. И возможно даже на ближайшие городские выборы в городской совет. Соответственно таких людей не то что в власть нельзя пускать, даже сажать в тюрьму в принципе надо. Что такое безнаказанность мажоров, одесситка Лариса Гусева знает на собственном опыте. В 2009 году сын депутата гурсовета Дмитрий Кровец в часть на Мерседесе на бешеной скорости сбил ее дочь. Вот он летит. Наташа чудом просто осталась жива. Она перенесла 7 операций, стала инвалидом второй группы. Одесский мажор Дмитрий Кровец на свободе, а жизнь 27-летней Натальи Гусевой после этой аварии превратилась в настоящий ад. Это уже не та жизнь, которая была до того. Это больницы, это поликлиники, это лекарства, это лечение. За 5 лет беспрерывных судебных тяжб, переписок и выступлений Лариса Гусева поняла, что шансы привлечь к ответственности виновника ДТП равны нулю. Мажоры, дети депутатов, высокопоставленные чины, люди имеющие деньги, это люди вне закона. Для них не писан закон. Вот у меня лежит целый список этих мажоров, и никто из них не понес реального наказания, в том числе и Петросян. Сегодня Феликс Петросян не оправдан, да и подсудимым не является. Дело множество раз отправлялось на дополнительное следствие. Экспертизу проводили в разных городах, и постоянно менялись результаты. В итоге дело просто замяли. Только по этому делу в Киев, в Киев, в министерство было отвезено более 1 миллиона долларов взятки. После аварии Феликс Петросян успел закончить Юрокадемию, пожить в Лондоне, вернуться в Одессу и развернуть активную политическую деятельность. В 2010-м он пытался баллотироваться в городской совет. В прошлом году засветился на открытии стадиона на поселке Котовского. Тогда же в городе появились билборды с его фамилией. Юрист Юрий Конякаев признает факт. Сегодня Феликс Петросян имеет такие же права, как и все люди. У него нет ни судимости, ни подписки о невыезде, ни условного срока. Да и после совершения преступления, видимо, он остается безнаказанным. Так как у него не было лишения свободы для закона, для государственных органов, он считается несудимым лицом. Соответственно, он имеет право избирать, быть избранным. Согласно уголовному кодексу, Феликс Петросян должен был сесть на срок от 3 до 8 лет. Но факт остается фактом. Несмотря на многочисленные разбирательства, кадатальство прокуратуры, вмешательство центрального аппарата МВД, скандальный мажор на свободе. А на рекламные счеты со своим фото с легкостью выкладывает сотни тысяч гривен. Юлия Федорова, Валентин Мирза, 7 канал.